добрый день дорогие друзья после нашей публикации обуси к нам обратились из кска алтангасыр вот завод хан магомедовна она пригласила нас к себе чтобы мы показали работу кска но это один из образцовых кска в городе спасибо за приглашение давайте вы расскажите про свою работу сейчас нам покажут подможем домов номерованы таблички сколько у вас данное время на обслуживание кска алтангасыр 17 домов 17 тяжеловато но знаете вам скажу за 20 лет своей работы скажу я уже втянулась это уже наверное мое я по профессии конечно не сантехник не председатель конечно но за 20 лет конечно я многому научилась меня многому научили спасибо могу сказать даже тепловым сетям господину макс его да так когда я начинала работать был товарищ бойко но данное время он не работает я начала работать затем я работала с макишевым сергей анатольевичем жуковым я вам скажу спасибо могу сказать гордо тепловым сетям это ваши документы это наши папки да замечательно так это наш подвал это дом ко мне пришел двух тысяч пятом году 25 ноября они были без отопления вот так это баймуканова 86 это столярная столярка для рабочих сколько у вас сотрудников сотрудников общей сложности 9 человек это дворники технички бухгалтер руководитель кска сантехники и электрик подвал сухой подвала бог миловал сухие везде везде чисто это лапмер геночек и янбаев всегда меня ставит в пример что у меня все подвалы сухие побеленные покрашены и везде есть свет пойдемте вам бы когда я меняю краны на стояках я чтобы не человек если хочет прийти посмотреть как у нас все равно люди не доверяют я всегда клею каком году этот кран был наклеен видите был кран 2020 вот наказал вот магистраль меняли 24 марта двадцатого года ну это здорово смотрите как человек хочет посмотреть я ежоквартально делаю отчеты если человек хочет прийти посмотреть у вас и трубы и краска все в запасе имеется везде чисто но стараемся золотом магомедовна многие жильцы многих домов мечтают попасть к вам чтобы вы взяли как вы смотрите на такие предложения вы отказываете людям скажу положа руку на сердце есть люди которые вот камни в октябре месяце их шейхметов бросил они ко мне пришли в октябре месяце конечно этот дом я его не любила почему-то пока на середине на стадии в центрах я их взяла да на данный момент мы им заменили канализацию воду подвал был утоплен и в настоящее время там сухо моим в этом году посадили цветы благоустройство от маленько сделали подвал осушили настоящее время там меняем отопление мне кажется жильцы остались довольными нашей работой давайте посмотрим еще пару домов пошли генси мы настоящее время находимся на территории дома баймуканова 86 три года тому назад данном на территории данного дома был проложен асфальт во-первых и проложили некачественно после прохождения любого мелкого дождя во дворе астана появляются лужи и придет и приходится раскидывать кирпичи чтобы жильцы попали к нам в офис но но стало лучше но где-то все равно есть свои минусы так вот расскажу это данную площадку мы сделали своими руками в 2006 году год после того как они ко мне перешли вот эти все цветы садим мы сами со своими работниками да со своими работниками бухгалтер я и сантехники это наша песочница песок мы завозим вот заведлими машина песка детям есть где разгуляться так настоящее время мы находимся на территории дома баймуканова 84 данный дом состав кска перешел феврале месяце 21 года в этом дом сдался в девятом году в декабре месяце вроде бы новый дом но вы знаете проблем очень много здесь получается крышу продали подвал продали настоящее время в подвал попасть невозможно доступа к инженерным сетям нету в марте месяце отгорела нулевая фаза и жильцы дома понесли материальный ушей ущерб сгорела бытовая химия больше десяти миллионов и никто за это ответственность не понес писали во все инстанции города и области и нам на помощь никто не приходит но кто-то продал кто-то же продал собственник есть но он туда нас не пускает он мне сказал господин трофимов забирай свои трубы и уходи но согласно согласно закон о жилищных отношениях подвал это неделимая собственность и доступ туда должен быть и любое время когда нужно это жизненно важный объект но доступа туда нет так но мы вот ему сделали детскую площадку в этом году но было очень конечно запущенный дом мы этой маленько привели в порядок посадили им цветочки сделали лавочки было все убито вообще страшно что-то 9 лет вот это получается 10 год дому но очень был невзрачном состоянии конечно желали работу а первые этажи отремонтировали моим даже на дальше больше денег не было но отремонтировали первые этажи и посадили цветы завезли землю детскую площадку сделали настоящее время виду ведем переговоры собственником трофимовым но он по настроению хочу приду вас запущу хочу не приду любое когда нам надо мы подвал попасть не можем просим помощи от руководства города области помогите пожалуйста чтобы нам был доступ мы считаем что это незаконно продажа подвала потому что четырнадцатом году дом обанкротился а он покупает двадцатом году за печатью жаскоин а жаскоин обанкротился в четырнадцатом году через цон он не зарегистрирован только у него договор купли-продажи между жаскоином и господином трофимовым так мы находимся на территории дома маму шулы 55 2001 году 5 мая я начала свою деятельность вот с этого данного дома этот дом находится я в этом доме проживаю и меня поэтому выбрали председателем этого дома вот я работала один год с одним домом и потом с каждым годом ко мне прибавлялись прибавлялись и вот настоящее время у меня 17 домов на обслуживание вот мы каждый год садим эти цветы весной садим осенью их выкапываем храним и весной заново это все искусство наших работников вот тоже цветочки эти березы тоже мы сами садили это были маленькие до маленькие были это наши дети садили эти березы а теперь смотрите вот в этом да в этом году 30 лет нашему дому а я уже отработал в этом доме 20 лет было да 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 в настоящее время мы находимся на территории дома маму шулы 58 этот газон мы разбили сами вместе с киска с работниками киска и рассадили цветочки чтобы наши жильцы радовались и чувствовали себя неброшенными что они находятся в чьих-то руках и мы их опекаем вот эти цветы мы каждый год высаживаем эту красоту и потом мы их весна осенью собираем храним и весной заново это территория нашего дома это все сделали мы своими руками вот эти козырки уже другой формы такой простой не хотя хотели чем-то отличиться от всех так да это лет наверное 7 тому назад мы заняли первое место по городу по любимому городу нам дали да нам дали первый год деньгами а второй год нам дали деревьями вот эти деревья вот те которые сидят в конце вот эти таки видите какие они уже выросли за 7 лет да это вот нам дали за наш труд оценили наш труд так дальше мы пойдем у мужу лы 60 она время мы находимся на территории домом у мужу лы 60 эту площадку мы сделали вместе жильцами своими руками песочницу в песок завозим каждый год это для детей что прыгали качались но чтобы дети чем-то были заняты где скамейки для родителей чтобы они сидели а дети тут занимаются своими своими детскими делами так скажем так настоящее время мы находимся по адресу окна сире 91 данный дом к нам перешел в октябре двадцатого года в канун отопительного сезона с 1 сентября все шоих метов кайска виктория от них отказалась они до которые они пришли к нам на поклон помогите пожалуйста у них 3 4 3 подъезд был затоплены канализацией бежала вода у них отопление они заменили полтора метра трубы потому что они только сами дали отопление они решили на скорее всего остаться без кайска но не не тут то было через неделю у них отопление рванула они сами это переварили но ненадолго упрашивали но мы на свой страх и риск я вообще стараюсь начале отопительного сезона дома не брать но уже решила взяла мы в их взяли мы заменили водопровод заменили канализацию и подвалы осушили настоящее время они сухие настоящее время ведется замена отопительной системы меняем краны на стояках увеличили диаметр трубы на воде но работа идет в разгаре также мы им посадили цветочки мы видели так каждый день производим уборку придомовой территории моются подъезды у нас техничка есть теперь бег белим когда субботник был мы побелили деревья но теперь хотелось бы чтобы до нас дошла бы очередь по благоустройству дворов очень хотим ждем не дождемся но не знаем да в нету детской площадки нету ну-ка искать это сделать не в силах нет очень много детей у меня садпаева 16 мой дом и этот дом есть 56 квартир а деток очень много видите вот стоят коляски и всякие велосипеды детей у нас много и хотелось бы чтобы повернулись к нам лицом сделали бы нам детскую площадку на эти два дома также виду к на каждый дом у нас свои деньги виду ежемесячный отчет по каждому дому вот настоящее время мы за а собранные деньги которые остались и заменили им вот четыре окна за уже установили пластиковые 4 окна во второй подъезд позавчера мы заказали будем менять 2 платили двести двадцать одну тысячу девятьсот за 20 лет за свою деятельность я у каждый месяц делаю отчет по каждым домам и все журналы до 20 лет находятся в архиве я считаю закон этот хороший но будет он для работы это все зависит от нашего населения если люди хотят жить хорошо этот закон будет работать а если они им все равно как как будет существовать их не дом будет ли он вообще существовать нужно ли ему что-то делать прикладывать руки к этому их своему дому значит он не будет я считаю закон хороший если он принят то нам надо его все равно придется переходить на оси но я считаю это хорошо даже для кска они организуют свою управляющую или сервисную компанию и они составят договор тут уже будет право выбора за жильцами да если человек знает что тот хорошо работает он по его явно пойдет к тому кто он он будет выбирать теперь куда ему идти но процент 10-15 конечно как и всегда есть не плательщики да ну я вам скажу большое спасибо этому дому наверное они натерпелись и или что здесь четко ведется работа тут в месяц два раза собирается списке по должникам это начинается проводят беседу ходит по квартирам старший совет дома здесь у нас есть елена такая из 15 квартиры вот она хотела чтобы мы их взяли но спасибо ей она такую работу проводят со всеми разговаривает молодец ей должно надо отдать очень хорошо спасибо ей конечно есть группа да 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 есть которые хотят чтобы у них дом хорошо чтобы было хорошо дома сухо в подвалах но это же все равно это здоровье если подвал затоплены это уже подмывается фундамент пары подымает у людей люди начинают болеть астмой но это же это все же сказывается на здоровье конечно да нам нужно это здоровая нация надо бороться надо работать я считаю если человек пришел на эту службу он должен работать а если он не хочет работать тогда нет мы выбираем какие брать надея работы не боюсь но если к есть если человек лет дома ко мне пришли они должны платить если они будут оплачивать пускай они не боятся за свои деньги у нас отчет полнейший мы поможем спасибо вам за этот репортаж я побегу его публиковать все